Приветствую всех с вами как всегда Данил Бурмаков и добро пожаловать на мой новый обзор вот mobile комьюнити сегодня мы обсуждаем один из мемных телефонов финского производства который просвоился благодаря рингтону arabian ringtone да да и сегодня речь пойдет именно о nokia 6610 в моем случае эта версия ай чем же так сильно отличается nokia 6610 от обычного 6610 ну разумеется тем то что в 6610 а и появилась камера который не было в оригинальной версии 6610 была распределена память под ява под sms киба все остальное а в 6610 ай чистых 4 мегабайта встроенных в 6610 ай можно скачать картинку с интернета для обоев а в обычном 6610 вы такого не могли позволить хоть конечно 6610 и был интернет но такого все равно в любом случае не предусматривалось собственно говоря вот и сама 6610 ай от регионов 6610 толком ничем не отличается разве что появлением камеры на лицевой стороне у нас цифровая клавиатура навигационная клавиатура квадратный дисплейчик логотип и динамик на задней стороне у нас только камера логотип nokia на левой стороне у нас качелька громкости а на правой у нас нет ничего наверху у нас кнопка включения которую нажать крайне неудобно и придется использовать ноготь и их порт который в нем к сожалению без понтовы ну а снизу разъем под наушники и под зарядник в целом по дизайну и по виду от оригинального 6610 он уехал недалеко типичная бюджетка тех лет удобность еще телефона кстати в том то что если у вас например треснул корпус в телефоне он разбираться достаточно легко вытаскиваем крышку дергаем за этот заусенец аккуратненько и у того понемножку мы его разбираем вот собственно говоря вы разобрали телефон можете поменять клавиатуру и корпуса разумеется все корпуса моем экземпляре полностью оригинальные давайте мы его с вами включим вот такая вот заставочка нас встречает типичная менюшка которая есть во многих бюджетных nokia тех лет они я ошибка рассказывать ничего не буду единственное что по функционалу интересно для 2004 года это наличие fm-радио хотя fm-радио есть и в оригинальном 6610 но тут разумеется понадобится оригинальная гарнитура для телефона камера здесь самая простая на 0,1 мегапикселя фотка это вполне себе обычно как большинство телефонов тех лет и без видеосъемки а еще кстати интересно в камере nokia то что здесь есть портретное фото а это значит что вы можете делать и вертикальной фотографии не переворачивая фотки при перегрузке на компьютер что достаточно удобно по тем меркам также тут есть ночная съемка которая прям действительно работает фотки немножечко осветляется и разумеется перед вами сейчас показываю примеры фотосъемок на него но и здесь еще есть авто таймер где вы ставите время что зафотографируйте и она у вас фотографируется через несколько секунд но я думаю принцип понятен что у нас по характеристикам они самые типичные для бюджетного телефона тех лет здесь стоит кстн матрица на 4000 цветов которая жутко искажается при углах обзора но по тем меркам в принципе неплохая тема в разрешении с туда с 8 нас туда с 8 точек стройки тут как я ранее сказал в нем 4 мегабайта немного грустно за их порт потому что он здесь беспонтовый то бишь вы на него с другого телефона вы не скинете ни фоток не мелодии ничего потому что здесь их порт запилен под контакты и из самого телефона по их порту вы тоже ничего не выгрузите потому что это также не предусмотрено а очень жаль было бы очень неплохо интернет тут в ап 1 2 1 который уже не поддерживаться да и в принципе не настроить потому что он требует дополнительных настроек которых нет сейчас у оператора связи с которого вы также не посидите в интернете и тоже малеха грустно телефон исторически игры тут разумеется самые простецкие это у нас баунс всем известный не ошибка показывать не буду больше вы его и так все знаете также в нокии есть и встроенные шахматы также еще есть игра по варокрофт но это уже скорее всего от прошлого владельца и аккумулятор разумеется как ноги 66 10 700 80 миллиампер часов мне его хватает на дня три держит заряд вполне спокойно пользуются им можно но уже только как звонилку потому что не закачать не интернет уже тут ничего не работает а еще кстати зацените синтезатор в нокии очень прикольно звучит а а что говорить про телефон в итоге по тем меркам получаешь за небольшие деньги телефон с базовым функционалом вот тебе 4 мегабайта стройки вот тебе и камера вот тебе и интернет все что тебе нужно для работы в целом так говоря лично она меня зацепила камерой камера здесь так сказать атмосферная ну и функционал камеры тоже мне понравился можно типа сделать портретную фотку там есть начиная ночная съемка это все очень удобно и классно мне еще не понравилось в телефоне то что здесь кнопка включения очень неудобно она маленькая и телефон включать выключать придется реально только ног всем потому что пальцем ты в кнопку просто не попадешь ну и разумеется за их порт обидно то что он тут беспонтовый и на него вряд ли что-то скинешь как и выгрузить из него на так по большей части типичная бюджет на nokia тех лет рассказывать о ней или что-то показывать о ней в принципе то и нечего а если его и брать в коллекцию то чисто из-за дизайна ну и камеры больше тут за что-либо зацепиться но нечего ну а на этом я думаю все с вами был данил бурмаков подписывайтесь новом ставьте лайки пишите в комментариях нравится ли вам этот телефон или нет и что вы думаете об этой модели разумеется подписывайтесь на нас в телеграме и в ютюбе там мы тоже все выкладываем мы показываем но на этом все всем удачи и всем пока и